Здравствуйте, прелестники и прелестницы! С вами ваш психолог Светлана Прель. А в гостях у меня стоматолог Эдуард Маргарян. Непростой стоматолог. Простые меня не интересуют. Специализация ваша это эстетическая стоматология и ортопедия. Правильно говорю? Да, здравствуйте. Да, все правильно. Вот скажите, пожалуйста, вот мне больно интереснее, думаю, не только мне. Когда болит зуб? Это боль страшная. Но на втором месте я бы поставила ушную боль. Тут деньги отдашь любые. Чтобы предотвратить эту боль и не испытывать никогда, уж точно посетишь стоматолога, хоть нехотя, но обязательно проверишься. А вот ты какой черт меня должен заставить пойти к стоматологу за красивой улыбкой? Ну вот правда, даже вид стоматолога, хотя сейчас все это как бы безболезненно и все там замечательно и красиво и симпатично, но все равно этот какой-то внутренний страх, у многих он присутствует. Что такое должно произойти, чтобы если не критично, вот понадобилось мне к вам прийти за красивой улыбкой? Кто ваши клиенты? Мои клиенты, это как правило, ну я бы не сказал клиенты, да, потому что у нас не клиентки, у нас пациенты. А, пациенты? У нас пациенты, конечно. И мои, скажем так, пациентки основные, да, это, конечно, это более молодое поколение, да, молодые девушки, которые стремятся к красоте, да, то есть как бы каждая молодая девушка хочет быть красивее, да, там, красивее всех. К идеалу, которого не существует, давайте скажем прямо. Да, да. Это бесконечная история. К некому идеалу, да. То есть есть определенное понимание идеала, вот, и каждая девушка, она стремится к этому идеалу, да, и улыбка является непреремлемым как бы элементом этого идеала, да. А я знаю, я с вами согласна, от улыбки станет всем светлей. Но была передача одна, не буду говорить, рекламировать, у нас сегодня только Эдуард Маргаря, только Эдуард Маргаря, мы запоминаем только это имя, это фамилия. Так вот, в этой передаче на федеральном канале спрашивают, вот какая вам девушка нравится? Вот здесь в зале много зрителей, одного из, да, присутствующих. И он говорит, мне вот эта девушка симпатична, но я вижу, что у нее неестественные зубы. Ну, так вот, очень не тактично он сказал, но тем не менее. Вот эта красота, естественные улыбки и искусственно, идеально прям вот вообще вылизанные улыбки. Есть же все-таки отличия. Так кто же все-таки ваши клиентки? Это психически здоровые люди, которые не понимают, что идеала не существует. Они, конечно, понимают это все, да, то, что как бы нет такого понятия, как, да, то есть, что вот именно вот так выглядит идеальный человек, да. Но есть определенное понимание у людей, да. Та же голливудская улыбка, да, то есть, как бы всем известная, да, она к нам говорит о том, что есть определенные понимания красивой улыбки. И при, когда говорят, например, голливудская улыбка, сразу в сознании человека формируется определенный образ. И этот образ, получается, что он означает красоту. То есть, это некий образ, который связывают люди с красотой. Навязывает индустрию моды, правильно? Да, да. Это, конечно, навязано индустрией моды, и это навязано непосредственно теми публичными личностями, да, которые, как бы... Ну, а вы задаете вот эту моду, тенденцию? Можете задавать или нет? Вот мы как раз-таки следуем, скажем так, этой тенденции. А, да-да, скорее всего следуйте, да. Мы следуем этой тенденции и помогаем, помогаем, я так сказал, людям, да, то есть, нашим прекрасным пациенткам, да, чтобы они выглядели еще лучше, чем есть сейчас, да. А вот если придет девчонка молодая, вы видите, что у нее, ну, прекрасный, естественный тон зубов, да, и, в общем-то, симпатичная, милая улыбка. А она хочет еще лучше, еще белее белого. Вот будете ее отговаривать, честно, или, ну, так скажем, выскажете ли свое мнение, свою позицию и сделает, как хочет клиентка? Как это все происходит? Ну, скажу так, если она пришла ко мне, значит, в ее улыбке ее что-то не устраивает, правильно? Да. Соответственно, я как бы сначала спрошу, да, то есть, что ее не устраивает, да, то есть, что конкретно, потому что есть очень много критериев, которые нам, скажем, дают понимать, да, то есть, что конкретно не устраивает, да, это может быть длина зубов, например, да, это может быть ширина улыбки, да, Это может быть цвет зубов. А вы ширину улыбки можете регулировать? Конечно, мы регулируем очень много факторов, что касается улыбки. А каким образом ширина улыбки? Мы не только цвет... Подрезаете угол цвета? Нет, здесь больше, наверное, я не совсем правильно выразился, не ширина улыбки, а именно ширина улыбки, которая задается зубами. То есть именно ширина, я имею в виду вот это конкретное, то есть как бы та часть, которая заполнена... То есть те зубы, которые будут участвовать в улыбке. Да, 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 те зубы, которые участвуют в улыбке, вот абсолютно, да, верно. Те зубы, которые участвуют в улыбке, да, и вот... Которые заполняют эту улыбку, да, вот. И её можно сделать более выразительной. И вот поэтому эти факторы нужно учитывать, да, при, соответственно, первой беседе. Когда провожу первую беседу, да, там, с пациентками, и я вот выясняю конкретно, чем она недовольна. То есть какой-то всё равно предварительный разговор будет, да? Да, да, если, конечно, если я, например, говорю, что вот что вас не устраивает, я спрашиваю, да, и она говорит, что у меня только не устраивает цвет зубов, например, да, у меня всё идеально, у меня не устраивает цвет зубов, то, конечно, я предлагаю менее, точнее, более щадящий вариант – это отбеливание. Да, то есть как бы, как первый вариант. А вот если мы говорим про адекватность пациентов, да, всё в жизни бывает. И, допустим, вы пошли на поводу у пациентки, у неё белые зубы, вы сделали белее белого, она открывает рот, и прям вот, ну, очень заметно, что у неё неестественная белизна. И через какое-то время приходит осознание, что всё-таки это не то, что она хотела, и она приходит с обвинением к вам о том, что вы не отговорили, вы не смогли убедить. Вот бывают такие случаи. Как вы, врач, можете себя защитить от такого рода претензий, неправомерных претензий? Ну, изначально, когда мы ещё приступаем к работе, да, то есть мы обсуждаем цвет, да, то есть это, конечно, такой очень ответственный шаг со стороны пациентов тоже, да, они прекрасно это понимают, я об этом предупреждаю, что если мы сейчас выбираем такой определённый цвет, да, то есть как бы самый свет, ну, возьмём самый белый, да, вот самый белый, да, там, и мы его делаем, то обратной дороги уже нет. Ну, и, наверное, какие-то договоры подписываются, они имеют юридическую силу, на самом деле, да? Да, да, то есть как бы подписываются договора, соответственно, да, то есть как бы и в том числе и как бы что касается цвета, да, то есть потому что это очень важный момент, да, что потом не было такого, что вот я хотела так, да, а в итоге получилось так. А обратная дорога есть, то есть зачернить, загрязнить или обратной дороги нет? Нет, если уже, скажем так, мы сделали улыбку, да, и она не устраивает, то здесь уже как бы обратная дорога есть в том плане, что как бы можно это всё переделать, но это всё, конечно, ну, занимает определённое время. Ну, это понятно, ну, то есть возможность исправить есть, да? Да, возможность исправить, конечно, есть, да, но, конечно, лучше изначально с этим вопросом. А вот вы говорили, насколько я помню, что с помощью компьютерных программ можно посмотреть, как это будет, то есть минимальный риск свести на нет, да? Это действительно так? Это дополнительная услуга посмотреть воочию, как это будет сегодня? Да, это в моём случае это обязательная, скажем так, услуга. Да, да, потому что это входит в обязательный протокол, так называемый, да. Это правильно, одно дело представлять. Мы начинаем, да, то есть мы как бы обязательно смотрим тот результат, который мы получим, да, примерный результат, который мы получим по итогу. То есть если и как бы вот и по цвету, да, и по форме, да, всё это можно на моделировке. Существуют вот эти вот белые-белые, абсолютно кипельно-белые зубы. Такие белые, которые делаем мы, не существуют в природе. Да, не существуют. То есть сразу можно угадать, а, сделал зубы. Это немножко такой спорный момент, потому что как бы по моему опыту, и по опыту моих пациентов, и по отзывам моих пациентов, да, то есть они, как правило, говорят, что многие не замечают, что, да, то есть они замечают, что зубы осветлели. Может, они хорошо воспитаны и просто не указывают на это. Да, и как бы они как бы выдают то, что они сделали, под отбеливание. То есть хорошо отбеливанные зубы, да, то есть как бы вот так. То есть, но это для незнающих людей. Есть люди, которые очень хорошо в этом разбираются, да, и прекрасно понимают, что вот у него вот такие вот светлые зубы, да, то как бы вот они вот, ну, как бы это сделано. А вот очень много мифов ходит по поводу виниров, по вреде и пользе. Вот всё-таки это вредно для здоровья, если мы говорим о здоровье зубов? Да. Или всё-таки это совершенно безопасно? То, что это вредно, это, скажем так, абсолютный миф, да, который, как правило, ходит, скажем так, в незнающих кругах, да. То есть, как бы и те же стоматологи, которые в этом не разбираются, и они тоже могут распространять, скажем так, такие вот определенные, да, там неправильные, ну, неправильную информацию, да. И как бы это абсолютно не так, потому что сейчас стоматология, она вышла на другой уровень абсолютно. И она сейчас позиционирует себя как минимально инвазивная стоматология, да. То есть, её суть заключается в том, что мы минимально трогаем свои зубы, да. То есть, как бы, может, вы слышали такие виниры без обточки? Нет, расскажите. То есть, есть такие виниры без обточки. Думаю, я не одна, о которой не слышала. Да, то есть, это не трогая свои зубы, скажем так, да. Но это тоже немножко, скажем так, утрировано, да, потому что всё равно как бы приходится немножко трогать зубы, да. Но смысл заключается в том, что мы, как вот принято, да, то есть это еще идет со времен Советского Союза, да, что вот мы, вот как бы вот сильно обтачиваются зубы, из них удаляются нервы, да, то есть как бы потом на него одевается коронка, и зуб начинает под ним гнить. Да, да, вот именно такие разговоры. Это идет еще с момента, когда ставили металлические коронки, да, когда это все делалось не так, как надо, да, и на скорую руку, да, и качество стояло вообще как бы на втором плане. Вот. Но сейчас, на данный момент, да, вот когда уже в ход идет минимально инвазивная стоматология, которая означает, что мы минимально трогаем свои зубы, остаемся в пределах эмали зуба, да, эмаль – это поверхностная оболочка зуба, да, то есть ее, скажем так, защитная оболочка, да, вот. Если не будет эмали, то могут быть проблемы, но мы, когда остаемся в пределах эмали полностью, зуб остается защищенным, только сверху эмаль еще защищена, плюс еще керамикой, да, то есть это двойная защита уже получается. Поэтому я бы сказал бы, что здесь мы способствуем здоровью зубов, а не наоборот ее портим. Да, даже вот так. Хорошо, что вы нас просветили, и не только меня. А вот если какая-нибудь молодая девчонка, кстати, вы детьми занимаетесь? Детей я, к сожалению, не принимаю, потому что у меня, ну, чисто физически на это время не хватит, да, то есть, как бы, да, я, конечно, у меня есть навык, у меня самого дочка, да, то есть, как бы, конечно, я, если у нее какие-то будут проблемы зубами, я, ну, сам смогу решить этот вопрос, да, но, скажем так, так, как бы я именно, ну, на этом не специализируюсь, но, как бы, определенные знания есть, конечно. Ну, хорошо, вот, допустим, пришла к вам молодая девушка и сказала о том, что она хочет клыки, как у вампира. Да. Вы возьмете за такого рода работу? Ну, тут нужно уточнить некий момент, что именно клыки она хочет, чтобы были, как у вампира, да, то есть, как бы, вот, то есть, что означает, чтобы как были, как у вампира? Ну, чтобы они торчали на губе, блин, нет, ну, такое, конечно, нет, ну, если только временный момент. Ну, конкретное, конкретное уродство с нашей точки зрения, да, вот прямо вот конкретное уродство, она говорит, я хочу, вам-то какое дело, я плачу деньги, вот хочу, чтобы зубы торчали, как у вампира, и еще бриллиантики на них вот так вот были. Да, я могу конкретно, я могу сказать, что, скажем так, я могу предложить ей только, это как временный вариант, например, там, там, шоу маскарад того же Хэллоуина, да, там, подготовиться, как временные просто наклеить, и все, как бы, да. Да, да, как вариант, да. Да, как бы, если говорить именно на то, чтобы, как бы, сделать виниры, да, там, скажем, вот, ну, те же, на, ну, более, чтобы именно с такой формы, и чтобы она постоянно с ними ходила, да, то, конечно, нет, я откажу, потому что это, как бы, противоречит определенным функциональным требованиям, да, то есть, мы учитываем не только эстетические, но и функциональные, потому что, скажем так, пол сердца, да, это функциональное, да. Мы там не только улыбаемся, общаемся с людьми, показываем их, а мы еще ими пользуемся. Вот я о чем и говорила, что хорошие врачи обязательно сделают акцент именно на функциональной части, а не просто лишь бы поставить и угодить любому требованию пациента. Пациенты тоже бывают разные. Спасибо, что вы это сказали. Читаю ваше досье, и здесь написано, что вы работаете вместе с одним из лучших техников в стране. Это кто, с кем вы работаете? Позвольте узнать, и кто его определил лучшим. Как зовут вы имеете в виду? Ну, если хотите, можете назвать, мне просто интересно, он что, один-единственный такой лучший, и кто определил его лучшим? Ну, здесь скажу так, зовут его Строев Никита, да, то есть как бы... Привет, Никита. Вот, и скажем так... Вы на каменную бумагу решили, что ли? Нет, мы решили по разным критериям. Обычно как вообще, да, то есть как решаются такие вопросы? Да, вот я и хотела знать. Такие вопросы решаются благодаря определенному, скажем так, мнению со стороны других врачей, экспертов, да, то есть как бы и по уровню работ, да, то есть как бы по уровню эстетики. Эстетики этих работ, да, и их функциональности. Соответственно, как бы вот если мы берем определенное количество выполненных работ, да, то как бы и сравним их, скажем так, с другими техниками, да, то будет на порядок выше, скажем так, да. Я не говорю, что он является самым лучшим из всех, да. Нет, есть, как бы может быть еще лучше, да, но, скажем так, один из лучших, означает, что один из лучших. А мне кажется, что с лучшим стоматологом Эдуардом Маргаряном работают действительно лучшие техники. Согласен. Давайте на этом поставим точку и не будем оспаривать. Полностью согласен. Десять лет опыта работы и более тысячи довольных пациентов написано в вашем досье, который я же и собирала, да, а недовольные все-таки встречались, и как вы, какие претензии они вам высказывали? Ну, у каждого врача есть маленькое кладбище, давайте ваше кладбище рассмотрим. Ну, смотрите, недовольные, я думаю, что есть у каждого стоматолога, да, там, и... Но они уже не говорят. Злая шутка. Они ничего не могут сказать. Они не улыбаются. Ой, простите, но мне что. Вот, и тут, скажем так, могут быть разные критерии недовольности пациентов, да, конкретно в моем случае, поскольку сфера моя связана с эстетикой, да, а это, я бы сказал, наверное, одна из сложных в стоматологии, потому что тут учитывается фактор не только, как качество, да, но и восприятие человеческое, да, восприятие, потому что у всех, тем более у молодых девушек, да, у них восприятие, скажем так, разное, да, там эстетики, да, каждый, скажем так, представляет себе эстетику вот так, да, одна по-другому, вот, но смысл в том, что... Кому как было невеста, дело вкуса, да. Да, да, дело вкуса, да, да, и, скажем так, в моем случае, да, больше может быть недовольство, может быть, связано с именно эстетическими какими-то параметрами, да, то, что вот, но я в любом случае стараюсь максимально минимизировать, да, максимально минимизировать именно количество именно, там, тех же недовольных, да, там, пациентов. Претензии, да. Да, и я стараюсь максимально услышать, да, и понять, как бы, что им нужно, да, максимально, скажем так, выполнить, да, там, как бы то, что прийти к какому-то совместному какому-то решению, да, если есть какие-то разногласия, да, в чем, вот, поэтому стараюсь минимизировать, ну, конечно, есть определенные, и, как бы, вот, скажем так, какие-то минусы. А вот вы стажировались и во Франции, Италии, Амстердаме, а вот что такого нового вы для себя подчеркнули? Чем удивило вас? Ну, каждый курс, поскольку сейчас я, как бы, ну, как бы определенный опыт есть работы, да, то, конечно, я уже не являюсь участником каких-то курсов, которые для начинающих, да, здесь это более углубленные курсы, да, то есть, как бы, повышение квалификации, да, повышение квалификации, да, совершенно верно, более детальное изучение определенных факторов, определенных нюансов, да, ведь нюансов там очень много, да, то есть, что может влиять на качество, долговечность, да, результата и так далее. То есть, как бы, и на эстетику в том числе очень много факторов. И чтобы понимать эти факторы, нужно вот постоянно обучаться, да, то есть, как бы, и там, и там, потому что есть много где очень грамотные, более опытные. А вот, кстати, Эдуард, а если врач, например, говорит, да зачем мне вот эти вот всякие повышения квалификации, я уже, у меня такой опыт работы, я сам с усам, и мне все это не нужно. А должно ли это пациента насторожить, что давненько он не повышал квалификацию? Или он, правда, может, такой талантливый парень, у каждого своя дорога? Нет, в нашей, скажем так, в нашем направлении, да, ну, вообще в медицине, скажем так, если, как бы, вот именно обобщить, да, и взять медицину, то это, получается, как бы, такая сфера, где требует обучения, я бы сказал, я бы сказал, наверное, до конца своей деятельности. То есть, как бы, вот, пока не закончишь прием пациентов, скажем так, ну, вот, придет время, и все, то есть, как бы, да, там, ну, непонятно, у всех по-разному наступает это время, да, то есть, как бы, когда он уже перестает принимать людей, да, до этого момента нужно обучаться и повышать свою квалификацию, и постоянно учиться, потому что, если мы не учимся, то мы начинаем деградировать, потому что это, ну, вот, если брать конкретно стоматологию, она вот очень такая сфера, которая постоянно прогрессирует, и появляются новые технологии. Только успевает, да, наблюдает. Да, появляются новые технологии, новые методики, да, то есть, и тогда, и если за всем этим не успевать и не ухватываясь, то можно оказаться далеко позади, да, и основное, на что мы делаем акцент, да, это увеличить срок службы, да, вот, то, чего мы предлагаем людям, да, увеличить срок службы. То есть, как бы, чтобы люди максимально дольше могли с этим ходить, и это не беспокоило, да, то есть, доставляло только удовольствие, то есть, поэтому мы над этим и работаем, да, а чтобы постичь это, нужно постоянно учиться, без этого никак, да, то есть, как бы, если врач отказывается от обучения, значит, это, скажем так, пока врач... А если отказывается, а результат хороший, парадокс? Бывает такое? Или ты забыла с фантастикой? Нет, в нашей сфере нет. Не бывает. Нет, в нашей сфере, к сожалению, такого не бывает. Ну, значит, нам, пациентам, заметку. Да. Что-то нам тут лапши на уши вешает. Да, пациенту очень сложно оценивать, скажем так, качество выполненной работы, именно если брать стоматологическую сферу, да, потому что пациент как может понять, хорошо ли установлена пломба? Вообще, да. Хорошо ли установлена коробка, хорошо ли установлен винир? Да, да. Как он установлен? То есть, пациент никогда не может понять. И как он себя может тогда защитить от недобросовестного врача? И как вообще выбрать хорошего врача? Вот это сарафанное радио или что? Это очень хороший вопрос, очень такой сложный вопрос, я бы сказал бы, да, как выбрать врача. Как вы бы действовали, ваш алгоритм действия, если бы вы были пациентом? Сейчас позволяют это сделать социальные сети. Им можно доверять? Я думаю, что в какой-то мере да. Во-первых, ну, есть два критерия, да. Это то, как врач мыслит, да, то, как врач работает. Так. И то, какие у него отзывы есть. Вот. И социальные сети – это некий такой агрегатор вот этих всех вот составляющих, да. То есть, и отзывы можно там найти, да. И можно найти работы, которые, соответственно, выполнены этим врачом. Да. И почитать его мысли. Да. То есть, как он мыслит, да. То есть, в каком ключе он мыслит. Да, конечно. Как вас можно найти? Можно найти очень просто dr.margarian, нижнее подчеркивание, Эдуард. То есть, Маргарян Эдуард, доктор Маргарян Эдуард. Вот смотрите, у вас наверняка представлены там работы. Да. Нет, я-то знаю, что вы замечательный врач, и только поэтому я вас пригласила на программу. А вот другим. А может, вообще, давайте так и поставлю вопрос, по-другому. Ваши фотографии ваших работ, которые, я знаю, что это точно ваши, кто-нибудь на свою страничку и подписывается. Моя работа. Авторские права. Как защищают в соцсетях? Да никак. Авторские права никак, да. И я частенько замечаю свои работы, скажем, в профиле других врачей. Вот, я про что и говорю. То есть, это настолько сейчас все очень сложно. Да, да, да. Есть такой момент, и, скажем, сложно именно оценить. И это тоже, то есть, очень такой шаткий фактор. А у вас есть лицензия на работу? Или у стоматологов такого нет понятия? Стоматолог, лицензия выдается на клинику. А, на клинику. А на врача нет, да? У врача выдается удостоверяющий документ, что у него есть знания. А это диплом. Это сертификаты. А вот как реально от недобросовестного врача может защитить себя пациент? Вот вы член какой-то там ассоциации, как она называется правильно? Да. Член стоматологической ассоциации. Вот вам это членство что дает? Оно защищает ваши права? Или пациент может пожаловаться там на какого-то Пупкина Ивана Ивановича, вот он плохой стоматолог, и представит какую-то доказательную базу, а может ассоциация потом представляет его интересы в суде. Для чего вот эти ассоциации нужны? Стоматологическая ассоциация, она, как правило, не связана с решением вопросов пациентов, да, то есть решением вопросов каких-то осложнений у пациентов, да. Это больше связано с неким объединением врачей, да, и некое, скажем так, обучающее объединение, да, некая, скажем так, некая агрегация врачей, да, то есть как бы вот, которая имеет определенные направления, да, то есть направление по обучению, направление по стоматологическим материалам. То есть, другими словами, она держит вас в курсе, чтобы появилось какое-то новое направление, которым можно там обучиться там всем. То есть, как бы, курирует вот этих всех. Нет, она, как бы, как правило, у нее есть свои, как бы, какие-то обучающие. А, свои обучающие программы тоже есть. Да, обучающие программы есть, да, свои обучающие лекции, но, конечно, мы не ограничиваемся только в рамках вот именно вот этого обучающей программы, да, потому что есть и другие, соответственно, каждый врач, каждый, скажем так, развивающийся врач, он всегда мониторит, как бы, вот, возможные всякие обучающие курсы, да, там, местные, зарубежные, да, и посещает те, которые он считает, что вот они будут для него полезны, потому что есть очень много не очень полезных курсов. Вот, есть такая примета, что если у женщины расщелина между зубами, то она очень сексуальная. А у стоматологов есть какие-то приметы? В частности, у вас. Приметы? Нет, приметы я... Ну, например, блондинок не лечить, а то обязательно поженишься. У вас же блондинка-супруга, очень начаровательная, замечательная. Да, супруга-блондинка. Она была вашей пациенткой? Нет, пациентка, ну, она была моей пациенткой, но после того... Я сказала, была. После того, как она стала супругой. И после этого вы не лечите блондинок. Шучу. То есть, примет нет никаких? Вы не суеверный человек? Нет, я абсолютно не суеверный, я не верю во все приметы. Я принимаю, соответственно, независимо от, там, цвета волос, цвета глаз, там, и так далее. То есть, это не имеет абсолютно никакого значения. Имеет значение желание пациента, да, то есть, как бы, в первую очередь, да, Сохранить красивую улыбку, красивые зубы, это сейчас может гарантировать до преклонной старости наша вот стоматология на сегодняшний день? То есть, как говорится, были бы деньги. Вообще, это очень сложное понятие такое вот именно... Это очень индивидуально, я бы сказал бы, да, в каждом конкретном случае. Потому что все зависит, опять же, от исходных условий. Как я сказал, да, то есть, мы улыбку используем не только, чтобы улыбаться, да, а мы ее используем еще, чтобы и пищу, скажем так, да, там, в том числе переживать. Ну да, вот для того, чтобы пищу переживать. Да, и, то есть, как бы, очень много для чего используется. Вот, поэтому это такая некая зона, которая постоянно, скажем так, поддается стрессу, да, и разным функциональным нагрузкам, да. Поэтому мы стараемся максимально увеличить этот срок, да, и он порой может доходить до 20-25 лет, да, то есть, как бы, ношение определенных, скажем так, конструкций, да, то есть, как бы, в том числе и виниров, и коронок, да. А вы автограф не ставите свой, там, какой-то так, втихорядки от пациента? Да нет, это как бы, ну, если кто-то попросит, да, там, как бы, это если только по просьбе могу поставить, да. Не вопрос, расписался. Да, а потом, если я просто так распишусь, и потом мы это все сделаем, а потом, вы знаете, некоторые даже любят, как бы, вот, зеркалом рассматривать все, там, 360 градусов, там все рассматривать, да, если они увидят, что там... А там написано «Здесь был я». Да, да, то есть, там они увидят какую-то надпись не очень интересную, да, то будут вопросы ко мне. Так кто его знает? Если татуировки мы делаем, может, когда-нибудь на зубах что-нибудь? Ну, может, когда-нибудь, но сейчас это только по личной просьбе. А благодарные пациенты будут ваше имя гравировать на зубах? Да, да. Ну, я говорю, это только по личной просьбе можно сделать. Согласна. Да, мне было больно интересно с вами общаться, и мы пытались с вами найти в начале программы анекдоты про стоматологов, и выяснилось, что это совершенно не смешно. Больше про гинекологов и про актологов. Боятся стоматологов как патологоанатомов. И, думаю, после нашей программы в виде такого симпатичного врача-стоматолога Эдуарда Маргаряна бояться точно не будут. Единственный анекдот, который мне понравился, это то, что если вы хотите, чтобы вас слушали, раскрыв рот и затаив дыхание, станьте стоматологом. А я вам хочу сказать, что у нас был замечательный стоматолог Эдуард Маргарян, которому даже можно было и не становиться стоматологом. Он так приятно его слушает, буквально раскрыв рот и затаив дыхание. Ну, хорошо, что вы им стали. С вами была ваш психолог Светлана Приль. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова